Травку покосить не мешало. Первым замечанием комиссии в сторону школы по зимним видам спорта имени Стольникова стало состояние ее территории. Однако каких-то грубых нарушений в этом году зафиксировано не было, так как все они были устранены еще в прошлом. В 2019 году был господинозор по предписаниям, то есть и по 16 предписаниям, то есть замечаний не было. Соответственно, все было устранено. Там довольно-таки большой перечень был работ. Всего в спортивной школе занимается 383 ученика на таких отделениях, как лыжная гонка, биатлон и спортивное ориентирование. Поэтому подготовка к их встрече разделена на два этапа. Первый – летний, когда пустующее здание можно привести в порядок. За сезон здесь успели сделать косметический ремонт. На момент, когда у нас тренер в отпусках, и, соответственно, дети занимаются самоподготовкой, идет окраска помещений, там, где они переодеваются, поскольку у нас основные занятия, все идут, происходят на улице. Ну, безусловно, в любом случае, то есть идет окраска полов, какие-то устранения каких-то там по освещению, то есть проблем, и такого характера. Второй этап подготовки зимний. Правда, он занимает весь сезон, так как в это время часто выпадает снег, и необходимо чистить лыжные трассы. Что касается итога данной проверки, то, по мнению проверяющих, спортивная школа готова ко встрече своих воспитанников. Как отметили представители комиссии, проверка осуществлялась так же, как и в образовательных учреждениях. Как и обычная школа, тут разницы нет, дети или сидят на уроках, или здесь они занимаются физической культурой и спортом. Посмотрели объект, ну, есть, конечно, недостатки, где-то, как я говорил, подновить, подделать, но, в принципе, он готов, замечаний нет от контролирующих органов. Также приемка состоялась в спортивных школах имени Мочилова и Олимпийц. Согласно результатам, к началу нового учебного года готовы все. Добавим, во время каникул за счет средств городского бюджета на всех объектах были проведены ремонтные работы, устранены предписания надзорных органов, пополнена база спортивного инвентаря и оборудования. Денис Шабуров, Александр Миней, телекомпания «Канск», 5 канал.